МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Крым в третий раз посещает делегации из Соединенных Штатов Америки во главе с президентом и основателем Центра гражданских инициатив Шерон Теннинсен. На сей раз заграничные гости взяли с собой видеооператора, чтобы заручиться по приезду на родину видеодоказательствами и донести правду о Крыме, где уже успели побывать и о чем рассказали крымским журналистам, знает Мэри Бадунс. Шерон Теннинсен уже 34 года занимается нормализацией отношений между двумя странами России и США. Ей уже 80 лет, у американки четверо детей, 11 внуков, но оставаться дома и быть примерной бабушка она не желает, пока не донесет до своих соотечественников достоверную информацию о Крыме. Уже три года неустанно повторяет, не боится санкций и агрессивной реакции со стороны Украины. «Нет, я не боюсь никаких последствий, я больше боялась, когда приезжала в Советский Союз». Делегация из США посетила Москву, пообщалась с политиками и журналистами. Потом общественники отправились в разные города России. В этом году возглавляет делегацию Шерон Теннинсен, работает в связке с видеооператором. Это, по мнению основателя Центра гражданских инициатив, поможет американцам лучше увидеть Крым изнутри. «Дело в том, что когда вы видите это на видео, нежели на картинке, тогда это геометрическая прогрессия, информация расходится и имеет лучший эффект. Мне уже 80 лет, и я хочу сделать максимально больше и лучше». Делегация уже успела посетить Международный детский центр «Артек», а также «Ялту». Встречаясь с симферопольскими коллегами, американские общественники отметили, насколько изменился город за последние годы. Также в ходе встречи вспоминали о намеченных планах, например, наладить контакт с городом-побратимом Сейлем. «Сейчас, после выборов мэра Сейлема, мы восстановим связи уже с побратимом. Ранее не предпринимали активных действий, потому что было понятно, что все-таки будет смена. Ну и так далее. Я думаю, что вот такими шагами конкретными взаимодействия с конкретным пониманием того, что мы общаемся лицом к лицу, понимаем, что вот мы живем в принципе в одном очень маленьком и хрупком мире, где нужно путем компромисса достигать межнационального, межнародного согласия». Во время следующего визита делегации надеются привезти на полуостров представителей американских СМИ. Сейчас для приезда не лучшее время, так как большинство журналистов ангажированно отметили гости из-за океана. Мэри Баднус, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. В школах Симферополя прошли открытые уроки к Международному дню русского языка. Крымские парламентарии рассказали подрастающему поколению о величии и богатстве славянской письменности. Культура и точность речи, правильность произношения, использование жаргонизмов и лишних выражений клише. Об этом на одном из открытых уроков рассказала учащимся Симферопольской общеобразовательной школы номер 28 первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Наталья Маленко. «Мы сегодня говорили не только о русском языке, мы сегодня говорили о России. И когда маленькие дети, дети чуть постарше, уже можно сказать, дети, которые будут на выпуске вот уже через год или два, говорят о том, как они любят родину, говорят о том, что такое Россия сегодня, как хорошо, когда мы знаем и как важно, когда мы знаем историю России, вот это, наверное, самое главное». Все уроки прошли в формате литературно-поэтической композиции. Ребята подготовили стихотворения русских классиков, небольшие хореографические зарисовки, а также зачитали произведения личного сочинения. «Для меня Россия, утренировалась, для меня Россия, ты всего дороже, да чего на маму твою похожа». Открытые занятия прошли по всему полуострову, к празднованию и почитанию русского слова. Крымские власти подошли серьёзно. В этом году, в начале июня, пройдёт уже ставший традиционным и любимым всеми крымчанами гостями полуострова «Международный фестиваль «Великое русское слово». Дарья Костенко, Служба новостей и ТВ. Ярмарка вакансий, уже ставшая традиционным мероприятием, снова состоялась в Симферополе. Представители десятков профессий предлагали соискателям присоединиться к ним, а лучшие колледжи приглашали на обучение будущих выпускников школ. О том, где нужны рабочие руки и умные головы, и сколько за них готовы платить, далее в нашем сюжете. Ищу работу. Пожалуй, самое распространённое объявление в газетах и интернете стало терять популярность в Крыму. Безработица падает, уверены представители республиканской власти. При этом вакансии предполагают достойную зарплату. Самый выгодный вариант – 58 тысяч. Правда, придётся похвалиться высокими знаниями. Ищут специалистов по морским технологиям. Мы сегодня все знаем, что на рынке труда сегодня в Крыму превышение вакансий над количеством, так скажем, заискателей. Более 15 тысяч вакансий сегодня в базе центра занятости на портале «Работа России» размещены. Со средней заработной платой 23-25 тысяч рублей. Те, кто уже ознакомился с предложениями на рынке труда, смогли сразу же отправиться на собеседование. Прямо под открытым небом. После заполнения анкеты менеджеры обещают перезвонить и пригласить на беседу с начальством. Наибольшее внимание на ярмарке уделили будущим выпускникам школ. Десятки учреждений профессионально-технического образования выставили в павильонах результаты своего труда. Кондитерские изделия, картины и даже автомобильные агрегаты. Ассортимент специальностей в Крыму действительно широкий. Выбор профессии – это, наверное, один из самых важных моментов в любой жизни. Потому что важно идти на работу с желанием и возвращаться с желанием домой. Сегодня у вас есть шанс определиться, есть шанс присмотреться к тем направлениям, к той работе, к тем профессиям, которые в будущем вам выбирают. Кроме классической ярмарки для соискателей провели небольшой концерт. В нем школьники сыграли роли рабочих, которые рассказывают о своих трудовых буднях, порой нелегких, но очень интересных. Никита Егоров, Петр Куц и Служба новостей и ТВ. Три года подряд люди в Белогорске выкидывают деньги на ветер. Отопления, которое они исправно оплачивают, в доме практически нет. Температура не дотягивает даже до минимальных по нормам 18 градусов. О том, как приходится выживать зимой с холодными батареями и почему проблему никто не решает, расскажет наш корреспондент. Каждый месяц жителям этого дома в Белогорске приходится отдавать до 900 рублей за отопление. Это нормальная цена за то, чтобы не мерзнуть зимой. Однако, вот уже третий год люди жалуются. Температура в квартирах не поднимается выше 10-12 градусов, при том, что платят они исправно. Нам переделали отопление, котельная была рядом, было более-менее, тоже было холодно, но было более-менее. Сейчас нас подключили с центральной котельной, эту закрыли, так как туда подвели газ. Мы сидим в холоде, уже три года, три зимы мы сидим в холоде. Раньше именно эта котельная обслуживала ближайшие дома. Жарко, конечно, не было, зато ночевать под тремя одеялами не приходилось. А теперь микрорайон обогревается централизованно, хоть и неэффективно. В трубах не хватает давления, чтобы горячая вода циркулировала как положено. Поэтому батареи всегда холодные. Им рекомендовалось, чтобы поставить насос-вусилитель, чтобы увеличить давление. Вот это только проблема. Не за наши, система работает в домах, она исправна. Единственное решение – установить специальные насосы, которые будут как положено прокачивать горячую воду. Однако МУП этого не делает, хотя обязан услуживать дом, в том числе и отопительные агрегаты. Тем не менее, за тепло платить приходится. Поэтому жители попросили сделать перерасчет напрямую у Крымтеплокоммунэнерго. Результат не утешил. Снизили всего на 113 рублей. Сначала абоненту, конечно, рекомендовано обратиться в управляющую компанию. А управляющая компания уже может обратиться непосредственно к нам для вызова нашего специалиста, для того, чтобы именно решить проблему, почему же услуга некачественная. Затем составляется акт. И согласно этого акта, когда он передается в абонентное дело, мы производим перерасчет. Акт, который необходим для произведения верного перерасчета, должен быть трехсторонним. Потребитель, управляющая компания и поставщик тепла. В таком случае можно быть уверенным в надлежащем исполнении обязанностей всех сторон, а также справедливой стоимости предоставленной услуги. Никита Егоров, Александр Рыбин, Петр Куцый, Служба новостей и ТВ, Белогорск. Во второй части нашего выпуска смотрите прямо сейчас. Лужи и постоянная грязь. В центральном районе Симферополя люди вынуждены добираться до своих домов по разбитой дороге. Когда здесь болото, здесь невозможно, ребят. Здесь просто все гниет. Пересесть из автомобилей на двухколесный транспорт. Впервые крымчане присоединились к масштабной акции на работу на велосипеде. Я езжу каждый день не в любую погоду. То есть, поэтому, ну, можно сказать, это как даже не хобби, а получается, как часть моего образа жизни. Огромные лужи, грязь и сырость. Именно в таких условиях вынуждены жить симферопольцы на улице Очаковская. Дорога, по которой люди ходят к своим домам, в дождливые дни превращается в настоящее море. Инвалиды и ветераны не могут преодолеть и десятка метров, поскольку костыли и трости вязнут в грязи. О том, как жители столицы существуют в нечеловеческих условиях и пытаются добиться помощи от властей города, далее в сюжете. Это улица Очаковская. Сперва может показаться, что мы находимся в одном из крымских поселков. Разбитая дорога, покосившиеся фонарные столбы и небольшие частные домики. К сожалению, для того, чтобы сегодня почувствовать себя сельским жителем, не обязательно покидать пределы Симферополя. Очаковская расположена в центральном районе крымской столицы. И люди, проживающие здесь, не могут понять, почему власти города забыли об этом месте. Мы обращаемся, мы просим, мы умоляем приехать сюда, посмотреть, разобраться. Мы не просим много, не надо нам ничего ремонтировать. Нам хотя бы сделать и дорогу, чтобы наши внуки, наши дети могли пойти в школу. Вот она, школа 17-го. Сюда идут все люди. Вечером ни одной лампочки не горит. Ничего нет освещения. Представьте, когда здесь море, и мы идем, вот эти больные люди ходят здесь куда-то. Сюда ни такси, ни скорая, никто не хочет ехать. Потому что, когда здесь болото, здесь невозможно, ребят. Здесь просто все гниет. И действительно, сравнивая эту улицу с морем, люди ничуть не преувеличивают. В дождливые дни грунтовую дорогу полностью размывает, а в огромных ямах скапливается вода. Легковые автомобили с трудом преодолевают участок, не говоря уже о ветеранах и пожилых людях, которые вынуждены передвигаться на костылях по грязевому месиву. Ко всему прочему, накопившаяся вода в лужах постоянно стекает людям во двор. Из-за этого нижняя часть домов покрыта плесенью. Сколько еще будет продолжаться этот кошмар, неизвестно. По словам местных жителей, власти города не спешат прийти на выручку. Вот этот последний ответ пишет, что нужна техническая документация. На три фонаря, которые вот висели, видишь, вон там они есть, где-то висит фонарь старый. Три фонаря, значит, нужна техническая документация. На дорогу техническая документация. Так была же здесь дорога. Что нельзя в архиве поднять эту документацию и сделать то же самое, что было. Она же продержалась, эта дорога, пока, как говорится, вот эти машины, все, не ездили здесь большие. Люди сетуют. Здешнюю дорогу разбили еще в 90-х годах прошлого века, когда неподалеку открылся мебельный магазин и к нему ездили большегрузные автомобили. Не в силах больше терпеть такие условия, в 2016 году местные жители начали самостоятельно копить деньги на ремонт. Сдавал кто сколько может. Этого хватило на несколько грузовиков щебня. Укладывали его всей улицей. Однако сейчас все вернулось к первоначальному состоянию. Наш телеканал обратился к главе администрации Симферополя за комментарием и попытался выяснить, когда же людям смогут помочь. Практически 95, а где в некоторых значениях и выше, частного сектора дороги убитые. Ну, скажу, как есть. До них я никого не обманываю. Мы дойдем где-то в 20-е годы, не ранее. Потому что есть концепция приоритетов, которая определена четко и ясно. Это проездные магистральные и объездные дороги, которыми мы сейчас занимаемся. К сожалению, в этом году на дороге город внешних субвенций не получал вообще. Мы сейчас стараемся только привести более или менее в порядок дороги за счет собственных средств. Геннадий Бахарев также отметил, произвести ремонт возможно при помощи долевого участия. Администрация выделит часть рабочих и техники, закупит необходимые материалы. Оставшиеся затраты лягут на плечи местных жителей. Конечно, учитывая финансовое благосостояние пожилых людей, трудно представить, что многие из них смогут выделить значительные денежные суммы на ремонт дорожного покрытия. Скорее всего, Очаковская улица до 2020 года так и останется сельским проулком в центральном районе столицы. Егор Зайцев, Александр Рыбин, Служба новостей ТВ. Власти продолжают озеленять Симферополь. Теперь столица может по праву гордиться еще одним сквером, который сегодня открыли на Залесской. В торжественной обстановке под звуки оркестра «Новое место отдыха» крымчан изучили представители администрации и руководства парка. С этим событием детей лично поздравил столичный городоначальник Геннадий Бахарев. Нравится здесь? Да! А что за конкурсы? Таланты. Танцевальный конкурс. Ну, я думаю, у вас не это сейчас самое главное. В преддверии больших каникул летних ждете их очень. Да! Хорошее место сделали? Да! Сегодня в Симферопольском сквере имени 50-летия СССР на Залесской настоящий праздник. Здесь сказочные аниматоры и нимы, музыка, конкурсы, шары и приятные сюрпризы для детей. У центрального входа гостей встречает оркестр. Под звуки духовых инструментов парк обходят представители местной власти во главе с Геннадием Бахаревым. Более 40 лет этот сквер находился в заброшенном состоянии. И вот, благодаря совместным усилиям городской администрации и работников парка для детей открылись новые возможности культурного отдыха. Шесть лет назад я тоже тут побывала, все было так, ну хорошо, здорово, но все было как-то по-старому, скучно. А прихожу сегодня, думаю, что происходит, прихожу, такой парк красивый стал. Мне очень нравится этот парк, веселый он, красивый, мне нравится тут. Спасибо большое за такой хороший парк, я всегда там бываю, играю с моей сестричкой, спасибо большое. Во время осмотра нового сквера глава администрации отметил, изменения в лучшую сторону продолжатся. В планах доделать ограждение парка, а также оборудовать его пандусами. Есть некоторые моменты, которые мы увидели в доработках, пообщавшись с нашими жителями. Конечно, прежде всего доступность, мы сейчас посмотрим, это исправим. Попросили побольше скамеек, а вообще, та концепция, которую мы выбрали, это восстановление наших парковых зон, парковых пространств, она вот правильно, это следующий вот такой отрезок нашего города, практически три гектара, приведено достаточно серьезный, соответствующий нормальный вид со всеми аттракционами, со всеми зонами отдыха. Под ногами новая тротуарная плитка, а на радость детям появилась современная игровая площадка. Местные власти учли все пожелания граждан. В сквере поставили скамейки, урны и бетонные фигуры. Прекрасный парк, где есть, можно детям гулять. Большое спасибо, конечно, власти, что мы наконец-то, я живу здесь 76-го года, и этого парка не было. Мы с дочкой, она еще когда была маленькая, мы с ней ездили, был только парк вот на Кубышевском рынке. И сейчас у меня будет скоро правнучка, и я буду сюда ходить с ней гулять. Я очень рада, что такой у нас парк. Мы очень долго ждали, когда вот такой парк нам сделает, и мы очень благодарны. Спасибо за такой праздник. Дети просто рады. Ну, огромное благодарность вам и депутату, кто это все сделал. Спасибо большое. В планах у руководства со временем восстановить парк на бульваре Ленина, скверы Богдана Хмельницкого и Победы, где за счет спонсора будет установлено 58-метровое знамя Победы. Анна Стякова, Евгений Старика, Служба новостей и ТВ. На работу на велосипеде. Всероссийская акция, впервые распространившаяся на республику, заинтересовала крымчан. Сегодня многие решились пересесть с четырехколесного транспорта на двухколесный. Ради интереса или для улучшения экологии? И готовы ли крымчане навсегда сменить автомобиль на велосипед? Ответы на эти вопросы нашли и наши журналисты, которые тоже приняли участие во всероссийской акции. Сегодня крымчане впервые присоединились ко всероссийской акции на работу на велосипеде. Охотно сменить четырехколесный транспорт на двухколесный согласились симферопольцы и мои коллеги. Представители различных профессий, менеджеры, юристы, программисты и журналисты, узнав об акции, заинтересовались. Сменить общественный вид транспорта на велосипед готовы многие. Но вот автомобилисты привыкли к своему транспорту и говорят, что не готовы навсегда пересесть на велосипед. Я уже привык к машине. В городе может быть, но не в пригороде. Возможно, да, потому что очень большие пробки в городе. Можно было бы ездить на каком-то другом транспорте. Такой, как вот этот автомобиль, он дешевле стоит. И велосипед сейчас хороший стоит дороже. Сейчас велосипеды есть электрические. Неплохо было бы по мне. Велосипед во все времена считался самым экологичным видом транспорта. Кроме того, он помогает приносить пользу не только природе, но и своему здоровью. Год назад на двухколесный пересел руководитель IT-отдела Михаил. Теперь добраться до офиса занимает всего 15 минут, когда на автомобили на это уходило все 30. Научился кататься в три года. Пять лет назад стал велолюбителем и даже обзавелся несколькими видами велосипедов. По городу долгое время Михаил ездил на автомобиле. Год назад принципиально пересел на двухколесный. Я езжу каждый день не в любую погоду. Поэтому, можно сказать, это как даже не хобби, а часть моего образа жизни. Основная, на мой взгляд, трудность – это все-таки культура водителей. Потому что они не очень воспринимают тебя как препятствие. Велосипед – популярное средство передвижения во многих странах. Самая велосипедная страна в Европе – Дания. Востребован этот вид транспорта и в Нидерландах, Германии, Японии, в особенности в Китае. Там каждый второй житель регулярно пользуется двухколесным. В России обзавестись велосипедом не всегда позволяет бюджет. Порой хороший велобайк может стоить как автомобиль. Тем не менее, в среднем велосипед можно приобрести за 15-20 тысяч рублей. К тому же он сможет прослужить гораздо дольше, чем машина. Почти не нуждается в обслуживании, а приносит только пользу. Велосипед удобен для совершенно разных поездок, особенно по живописному Крыму. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Таким запомнили уходящий день мои коллеги-журналисты. В студии работал Егор Зайцев. Всего доброго.